Добрый день! В нашей республике есть много коллективов, которые сохраняют народные традиции через песни и танцы, приобщают к коме и к русской культуре молодое поколение. Один из таких коллективов ансамбль Сигудека. В этом году он отмечает свой полувековой юбилей. Чем живет ансамбль сейчас, как проходит отбор среди желающих стать его участником, об этом мы не только сегодня узнаем. Но прежде мои коллеги службы информации расскажут о последних событиях в регионе. В соседней студии мой коллега Егор Ильченко. Егор, добрый день, тебе слово. Добрый день, Северин. Итак, коротко о главном. 17 семей Сыктывдинского района получили ключи от новых квартир. В рамках первого этапа программы переселения из ветхого аварийного жилья свои жилищные условия улучшили жители поселка Мандачи, села Зеленец. Трехэтажный дом в кирпичном исполнении построен неподалеку от административного центра Зеленца. Сосногорский район одним из первых включился в обсуждение программы возрождения республики, озвученной временно исполняющим обязанности главы коми Сергеем Гапликовым. Доклад руководителя региона стал темой внеочередного аппаратного совещания, которое состоялось по инициативе руководителя администрации Сосногорского района Дмитрия Кирьякова. Программа возрождения республики включает в себя все сферы жизнедеятельности. Выступая перед парламентариями, Сергей Гапликов уделил внимание развитию промышленности и транспортной сети, строительству жилья и созданию новых рабочих мест, воспитанию профессиональных кадров, поддержке местного производства и предпринимательской активности. В Микуне завершился 15-й сельский спортивный фестиваль. Традиционно в него входят лыжные гонки, волейбол, шахматы, пулевая стрельба, настольный теннис, гиревой спорт и перетягивание каната. Среди целей задач события – привлечение жителей к систематическому занятию спортом, формирование здорового образа жизни, физическая и нравственная закалка молодежи. К слову, Сергей Гапликов, побывав на фестивале, отметил спортивный азарт жителей сел и назвал его примером городу. И о погоде. В последние дни марта повышение температуры воздуха продолжится, сообщают синоптики. Прогнозируется, что в южных и центральных районах среднесуточная температура станет положительной. Начнется метеорологическая весна. Как и в прошлом году, весна придет значительно раньше средних многолетних дат. У меня к этому часу все. Далее смотрите продолжение программы «Случаи из практики». Увидимся через 4 часа. До встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Художественный руководитель ансамбля песни и танца «Сигудек» Республиканского центра дополненного образования. Надежда Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. И также Александра Шляхтова, руководитель детских вокальных студий ансамбля песни и танца «Сигудек». Добрый день. Добрый день. Давайте перед тем, как начнем беседу, немножечко окунемся в историю. Кстати, вот и в рамках наших эфиров мы продолжаем показывать сюжет из цикла «Вот такая история». Он посвящен 95-летию республики. И сегодняшний материал как раз в тему нашего эфира и посвящен ансамблю «Сигудек». Смотрим. 50 лет назад, в 1966 году, на коллегии управления профтехобразования КОМИ АССР решили создать молодежный ансамбль в Сыктывкаре, объединив хор «СПТУ-8» и танцевальную группу «СПТУ-6». Как напишут потом журналисты, неизвестно, почему самодеятельный коллектив получил название КОМИ-смычкового музыкального инструмента «Сигудек». В оркестре ансамбля такого инструмента не было. В те времена педагоги сетовали, как им трудно находить способных ребят. Все-таки ПТУ – это не театральная студия. И тем не менее, находили. В 1969-м «Сигудек» стал дипломантом ВДНХ. Затем получил золотую медаль на фестивале фольклора в Болгарии. В конце 70-х выступил на Международном музыкальном фестивале промышленных школ в Англии. В 80-м коллектив, представляющий традиции КОМИ-народа и Российского Севера, был выбран участником культурной программы Московской Олимпиады. В 2004-м ансамблю «Сигудек» присвоено звание образцового детского коллектива. Итак, прямой эфир «Случай с практикой». Сегодня у нас в студии представители ансамбля «Сигудек». Всех, к сожалению, мы не смогли бы вместить, потому что... Сколько, кстати, Андрей Михайлович, сейчас занимаются ребят, учитывая даже тех малышей, которые в подготовительной группе, сколько всего человек в ансамбле? На сегодняшний день более 130 человек занимаются в объединении ансамбля песни и танцев «Сигудек». Давайте, кстати, вот такой риторический вопрос, конечно же. Почему назвали ансамбль таким красивым звучным словом «Сигудек»? Ну, это было давно, в 70-е годы прошлого столетия. И когда ансамбль создавался, он назывался «Ансамбль профтехобразования города Сыктывкара». И с первых лет ансамбль песни и танца профтехобразования начал давать свои сольные концерты. И в 70-м году был приглашен на первый фестиваль самодеятельного творчества Москву. Когда ребята приехали туда, они познакомились и видели другие коллективы, которые имели свои названия. Из Архангельска ансамбль «Сиверка», из Кирова ансамбль «Дымка». И по приезду они собрались и говорят, ну как же так, ансамбль, давайте придумаем. И после долгих горячих споров им предложили имя коми национального инструмента. Вот он, кстати, «Сигудек». И это звучное, красивое слово понравилось ребятам. А что такое «сигудек» в переводе на русский язык? «Си» – это от слова «натянутая струна», а «гудек» – от слова «гудеть». И вот этот «сигудек» – прекрасный, далекий, но очень близкий нам инструмент – стал основой всего творчества ансамбля «Сигудек». Вот у вас здесь интересный журнал лежит, давайте покажем зрителям. Расскажите историю этого журнала. Этот журнал мы привезли из Великобритании в 1977 году. Туда на фестиваль промышленных школ Советского Союза выезжало всего два коллектива из Тамбова. Из всего Советского Союза. Из всего Советского Союза. Из Тамбова, Ивушка и наш ансамбль «Сигудек» представил республику. Там, по-моему, было в Альберт-холле 8 тысяч зрителей. Да, да. И что интересно, нашему коллективу, единственному из числа всех других коллективов самодеятельных, которые принимали участие, дали возможность выйти на бис. Так и сказали «Сигудек на бис». Обалдеть. Да. И так было интересно, когда мы танцевали в «Льпимы», я тоже была участницей тех лет, это было ансамбль «Сигудек», что в зале стояла тишина страшнейшая. Ну просто, нам было очень дико, как это так мы танцуем. Ну, слышно было, что вот пролетает вот что-то. А когда начали танцевать праздник коленеводов, наши музыканты, сидевшие сзади на стуле, они смогли слышать собственное сопровождение, вынуждены выйти и смотреть на ноги танцоров. Вот такая хорошая история. И она, конечно, надолго осталась в ребят памяти. Я часто открываю, смотрю, и на сердце радостно, тепло. Ну, сейчас, я так понимаю, Александра, ансамбль продолжает активно жить, да, то есть был период затиши, мы многие об этом знаем, но сейчас можно говорить о том, что, как бы, если назвать это вторым рождением, или как вот сейчас, какова ситуация? Второе дыхание, может быть. Второе дыхание, да, но ансамбль возродился, конечно, возродился полностью, наверное. Я думаю, что на сегодняшний день мы уже можем об этом, прям вот уверенно говорить об этом. Ансамбль существует, работает, творчески развивается. Вот то, что вы руководитель детских вокальных студий, то есть не одна студия, получается, занимающихся ребят много? Да, занимающихся ребят много. У нас несколько детских студий, да, вокальных студий, несколько хореографических групп, несколько. Даже с 5 лет у вас вот музыкальная тропиночка. И вот уже в этом году у нас появилась подготовительная, совсем маленькие детки-малыши с 54 лет занимаются. То есть есть люди, которые хотят, да? Хотят и идут, да, и идут на перспективу, то есть, потому что совсем маленькие дети, они начинают и мечтают, грезят, а то, наверное, сейчас еще пока не дети, а родители в большинстве, но родители мечтают, что когда-то ребенок... Дети еще не поняли, как им повезло. ...ребенок попадет, да, к нам в основной состав. Это хорошо. Друзья, сейчас сделаю небольшой перерыв. Оставайтесь с нами, 469060, телефон нашего эфира. Вернемся в студию совсем скоро. Случай из практики продолжается на Юргане, 469060, телефон прямого эфира. Сегодня мы говорим о юбилее ансамбля «Сигудэк», который, кстати, будет, естественно, как и подобает творческому коллективу, творчески его отмечать. Кстати, скажите, пожалуйста, когда планируется юбилейный концерт? Давайте немножко приоткроем, так сказать, кулисы, расскажем, что и как. Юбилейный концерт у нас пройдет 7 апреля на главной концертной площадке, это в Государственном театре оперы и балета. И что интересно, билетов уже нет, поэтому по связям, по связям приглашаем всех. Наверное, будут ветераны коллектива, я так понимаю. Да, с огромным желанием пришли ветераны, которые танцевали и пели в 60-х, в 70-х годах. Зритель увидит седых артистов. Ну, так здорово, у нас даже несколько поколений будет на сцене. Что самое характерное, к юбилею мы подошли таким образом, что выйдут детки, которым 5 лет, но с маленькими-с маленькими стегудками, вот, и артисты ансамбля, которым уже за 60. Но все они очень молодые, все молодые. Это будет здорово, я так понимаю, что наверняка будут какие-то еще и приглашенные коллективы. И каждый день рождения без гостей, конечно, будут. В те годы, когда у вас «Югудак» начинался, наверняка была очень активная гастрольная деятельность, потому что вот читаешь материалы, и действительно, даже в Непале, в Индию выступать ездили, да? Да, да, было такое. Какие у вас остались воспоминания от тех лет? Воспоминания самые яркие. В то время, когда был создан коллектив, где-то даже прошло год или полтора, и он начал свою уже концертную деятельность. 70-й год, 71-й, 72-й. Это первый выезд в Болгари на международный фестиваль, где ребята завоевали золотую медаль. Это первое участие во всесоюзных всероссийских фестивалях, 76-й, 77-й год, где ансамбль также стал лауреатом первой степени. И мне хочется сказать несколько слов, но очень добрых и от всего сердца, тем людям, которые стояли у руля этого удивительного, большого такого корабля ансамбля песни «Танцы Гудек». Первыми руководителями были Петр Шеер и Тамара Машукова. А в 71-м году руководителем художественным хормистером и директором ансамбля стал Николай Александрович Губин. Удивительный человек доброты, теплоты, творчества, азарта. Он помог детям увидеть мир. Первые наши поездки – это благодаря такой деятельности, организаторской способности Николая Александровича. Вот Англия, Франция, Германия, Олимпийские 22-е игры – тоже благодаря Николаю Александровичу. Мы объездили всю Коми-республику на теплоходах по Печоре. Есть даже такой случай, могу сказать, плыли мы по Печоре и не могли пристать, видимо, там мелко к берегу. А на берегу ждут нас сельчане. Что они придумали? Лодки быстренько все свистнули раз-раз-раз. Сняли с парохода. И на лодках нас причалили к берегу. Но зато какое было счастье. Полный клуб зрителей. И мы выступали как великие, как большие артисты. Конечно, хочется сказать добрые слова о балетмейстере Тамаре Николаевне Борисовой, народной артистке Республики Коми. Она более 20 лет работала в Асяке, солисткой балета. И после окончания трудовой деятельности, вот ее, кстати, Николай Александрович Губин уговорил стать главным балетмейстером. Но она начала свою работу, оттачивая движение, работу над музыкальностью, над выразительностью, над лексикой Коми танца, которая присуща только коллективу, где работает Тамара Николаевна. И принесла вот эту любовь, передала детям, которая вот на протяжении десятилетий, она есть у ребят. Они приходят ради того, что вот эта вот связь Тамара Николаевна дала им очень многое. То есть связь между поколениями прослеживается сейчас, да? Эти ребята, которые работали в коллективе, в балетной группе 70-80-х, они где-то более 10-15 лет танцевали еще долго-долго в ансамбле. Я представляю вас, с каким, наверное, приятным таким удовольствием они придут на юбилейный концерт. Друзья, кстати, сейчас у нас будет возможность послушать прекрасную песню в исполнении Александра Шляхтовой. Что Александр нам исполнил? А споет она, какие песни на Руси из репертуара Ольги Черковой? Итак, слушаем, уважаемые друзья. Что за песни распевают в гороводах на Руси? Песня каждая свергает, словно бусинка росы. Без нее России нету, как весны без соловья, как без звездочки рассвета, как без капельки ручья. Песня русская, и светлая, и чистая, Удалая, молодая, голосистая. Песня русская, широкая, напевная, И простая, и родная, и душевная. Только песня отзовется в рощи, в поле или в саду, Сразу сердце отзовется и на боль, и на беду, На страданье и на слезы, на любовь и на мечту, На весенний шум березы, на людскую доброту. Песня русская, и светлая, и чистая, Удалая, молодая, голосистая. Песня русская, широкая, напевная, И простая, и родная, и душевная. Словно буйная Дубрава, как могучая река, Руси в песне величава, Руси в песне глубока, Как мелодия красива, Как приветливы слова, И пока жива Россия, Песня русская жива. Песня русская, и светлая, и чистая, Удалая, молодая, голосистая. Песня русская, широкая, напевная, И простая, и родная, и душевная. Песня русская, широкая, напевная, И простая, и родная, и душевная. Великолепно, друзья. Красивая песня. Александр Шляхтов, руководитель вокальных студий ансамбля песни-танца Сигудек, только что исполнила красивую композицию. Кстати, как формируется репертуар коллектива? Кто за это ответственный? Добавляются ли новые какие-то произведения, танцы? Сейчас при восстановлении коллектива, создании молодежного состава, конечно, в первую очередь у нас была задача восстановить национальный репертуар. Благодаря хорошей команде единомышленников, педагогов, наставников, и руководителей мы это сделали. То есть возродили, ставили материал. Практически весь материал восстановили. И, конечно же, мы купаемся в русском репертуаре. Вот то, что сейчас Александра спела. Потому что Коми, Республика и Россия, мы едины, мы в одной семье. Но что-то находим и думаем, что берем, просим, обращаемся с огромной просьбой к нашим современным композиторам, чтобы спеть их песни, чтобы они были у нас в репертуаре. Сергей Гусев, народный артист, сейчас нам тоже подарил свою песню. А с домикой номер оленеводы восстановлены? Оленеводы восстановлены, конечно. Мы были в октябре месяце на Всероссийском фестивале «Поют село родное». Так вот оленеводами всех покорили. И когда все участники фестиваля проходили по сцене, то при нашем подъеме на сцену все встали, все зрители. Для ребят это было, конечно, так радостно и так вообще ответственно за то, что они делают. Они горды. В общем, великолепные номера мы сохраняем и на этом живем. Я знаю, что в прошлом году в Сочи вы участвовали в каком-то конкурсе большом. Да, мы выезжали в Сочи на фестиваль национальных культур и фольклора и также привезли оттуда победу лариатства первой степени. Несмотря на то, что у нас коллектив юный, на сегодняшний день участникам ансамбля всего лишь от 13 до 18 лет. Но вот где бы мы ни были, это и Вологда, и Международный фестиваль, и Сочи, и Киров, везде мы получаем первые места. И сейчас недавно в Сыктывкаре проходил республиканский конкурс хореографического искусства, где также мы приняли участие и завоевали лауреата первой степени. То есть получается, ансамбль когда-то был народным, а теперь уже можно сказать, что он практически профессиональный? Нет, профессиональный, конечно, это сложно, потому что у нас это любительское объединение. Это в основном ребята, они учатся в школах, в колледжах, в институтах, а приходят сюда в свободное от учебы время. Это так, будем говорить, и хобби. Но очень хорошее, любимое такое хобби. Сколько репетиций у вас в неделю, чтобы показывать такие результаты на больших сценах? К сожалению, времени очень мало, потому что ансамбль «Сигудек» мы занимаемся, и мы являемся объединением республиканского центра дополнительного образования. Там очень много других коллективов, и хореографических в том числе. Поэтому каждая минуточка, там три у нас зала хореографические, они все расписаны по минуточкам. И мы стараемся, чтобы найти возможность для занятий. Ну, три-четыре раза в неделю мы работаем. Руководство центра во главе с директором Натальей Валерьевной Арабовой, понимая всю важность сохранения этого национального, единственного коллектива, помогает нам, конечно, очень. Вот помогает в участии коллективов на конкурсах, мероприятиях, в проведении такого юбилея. Спасибо ей огромное за поддержку, за понимание. То есть понимание ей со стороны руководства хорошо? Есть, конечно, конечно, есть. Насколько тяжело ребятам репетировать? Это же чтобы отточить все движения, что ли? Вот когда мы ребят пригласили, я обошла практически все школы. Это был тринадцатый год, колледжи. Я с огромным удовольствием, с азартом говорила об ансамбле, потому что я его очень люблю. И пришли ребята неумеющие, не знающие, не владеющие навыками. Конечно, очень сложно, потому что это станок, это распев, это привитие хоровой культуры, выправка должна быть правильной, осаночка. Конечно, тяжело. Но то, что мы постоянно с ребятами говорим, мы делаем доброе, богу угодно дело, мы сохраняем культуру, мы ее продолжаем, мы ее развиваем, мы должны оставить ее для наших детей. Они это понимают. С огромным удовольствием работают. Ответственно подходят. Ответственно. Я так понимаю, что ваш коллектив довольно часто выступает. Это, наверное, просто необходимо для кого-то. Без выступления, без представления своего творчества на сцене не будет жизни, не будет развития. Потому что ребята должны подарить свою радость, должны подарить свою творчество, должны рассказать о себе, должны спеть про себя. Поэтому концертов у нас очень много. За год мы даем более 20 концертов, и сольные концерты, и выступления в рамках мероприятия Республиканского центра дополнительного образования. Вот к юбилею мы ездили в Ухту, в Сосногорске, давали концерты. Сейчас у нас творческая группа выезжала. Там, наверное, люди были удивлены, приятно. Удивлены. Мы собрали целый огромный зал в Ухте, городской дворец, где было 900 человек, и были школьники. А в декабре мы дали 8 концертов, значит, на разных площадках нашей столицы. Только в декабре 8 концертов. Ну, ноябрь-декабрь 8 концертов. Мы даже по 2 концерта давали в день. И пришли представители и учащиеся школы. Вот школа номер 12, да. И после концерта она подошла, говорит, мы никогда не думали, что так танцуют наши ребята. И они были в таком приглашать. То есть они своих учеников увидели? Они своих учеников увидели, как, что это действительно здорово. Это по-настоящему. Это очень серьезно, и это очень правильно. Это хорошо, что школьников приводят. Потому что кто-то, может быть... Кстати, после таких концертов были случаи, что люди приходили в коллекцию? Приходят. Если вот раньше, 2 года назад, было очень сложно, да, вот как-то по крупицами, по одному, то сейчас идут после каждого концерта, приходят ребята. В этом году уже привели родители в августе, в сентябре месяце. Парней, которым 13-14. То есть парни хотят танцевать? Парни хотят танцевать. Они видят вот эту красоту. Они слышат это добро, которое идет на сцене. Вот эту энергию, как зал воспринимает. Вот, конечно, им это нравится. Мне кажется, что человек, который вышел на сцену, уже, наверное, сложно будет оттуда выйти, потому что вот этот оваций, аплодисмент, они... Такая энергетика. Это энергетика, и это, знаете, это оценка их труда. Вот, как любого художника. Когда зритель видит и говорит, что да, это здорово, конечно, мастеру приятно. Вот, и мне, конечно, хотелось бы сказать, что много талантливых руководителей было с ребятами на протяжении всех 50 лет. Ведь жизнь такая сложная, интересная. Вот, и всем огромное спасибо. Кто-то внес что-то доброе, полезное, частицу своей души. Кто-то создал хорошие концертные программы. Кто-то создавал оркестры. Хочется сказать, что с 90-х годов в ансамбле «Сигудейский» есть оркестровые группы. Кто-то сделал материально-техническую базу. Кто-то вывозил ребят на хорошие творческие фестивали. Огромное всем спасибо и низкий поклон за то, что они все понимают это, любят этот родной коллектив. И сейчас к нам на юбилей приходит очень много руководителей, педагогов, которые когда-то работали. А, кстати, вот из тех артистов, которые когда-то начинали танцевать в «Сигудке», кто-то стал, может быть, потом? Далее профессиональным артистам продолжил, может быть, такую карьеру? Конечно. Далеко ходить не надо. Александр Брагин, народный артист из публики Коми. Сейчас он танцует в «Асеке». Владимир Костарев уже закончил профессиональную деятельность. Тоже выходить из ансамбля «Сигудек». Наталья Рихворенко, Аня Поздеева. Очень много ребят, которые раньше пели, танцевали, а сейчас работают в ансамбле «Асеке». Работают в Волжском хоре, работают в Северном хоре. И кто-то из них даже сам является уже руководителем творческого коллектива. Кто-то работает уже в профессиональных учебных заведениях, вот в нашем колледже культуры, в колледже искусств, в гимназии искусств. Если кто-то захочет привезти к вам своего ребенка, там, мальчика, девочку, в каком возрасте это лучше сделать? И насколько сложен отбор в ансамбле, может быть? Или наоборот, вы каждого там присмотритесь? Ну, задача нашего центра, чтобы дети все могли прийти и получили вот ту радость, общение с творчеством, с педагогом, с мастером, с наставником. Конечно, у нас сейчас создана такая многоступенчатая возможность. Дети приходят, но опять-таки вот мы набрали детей, три года мы их будем обучать. После трех лет обучения по программе, ритмопластики, и вот вокальной студии, музыкальной тропинкой, они будут переходить в среднюю подготовительную студию. То есть постепенно получается? Постепенно. И потом где-то уже в возрасте 13-14 лет они будут переходить в основной ансамбль Сигудека. А там уже как они смогут? Как проявить себя. Как проявить себя, да. Но возможность всем такая дана. Вообще, если говорить в целом о миссии ансамбля, как бы могли обозначить, для чего ансамбль существует? Я с удовольствием. Я всегда говорю о том, что ансамбль Сигудек, это прежде всего воспитание молодежи, воспитание их нравственного начала. Это миссия добра, которая несет коллектив на сцене. Созидательная работа ансамбля. Это миссия труда, которым занимаются дети, они привыкают к этому. И, конечно, создание хороших творческих программ, номеров, которые ребята могут показать на сцене. И видеть зрителя, поделиться своей радостью со зрителем. Ну, судя по тому, что билеты распроданы, зал наполняется, то есть работа эта не впустую. Я хочу сказать телезрителям, что впереди нас ждет еще один, точнее, танцевальный красивый номер в завершающей части программы. Поэтому оставайтесь с нами. Если что, 469060, мы готовим с вами пообщаться. Звоните. Через несколько минут мы вернемся в студию. В случае с практики в прямом эфире снова. 469060 наш телефон. Сегодня мы говорим о 50-летнем юбилее ансамбля «Сигудэ», который совсем скоро, 7 апреля, будет отмечаться, естественно, в творческом таком ключе. В Государственном театре оперы и балета состоится концерт. К сожалению, билетов нет. Так что, если у вас будет возможность где-то достать, я вам рекомендую. Хочется поговорить, конечно, о команде педагогов, которая сейчас работает в ансамбле. Что вот можно об этом сказать? Мы как раз с Александром сейчас и пообщаемся. Александр, что вы можете сказать о той команде, в которой вы работаете? Ну, во-первых, я очень счастлива, что я работаю конкретно в такой команде. Очень сплоченный коллектив педагогов. И нас, наверное, как ничто другое объединяет. Общее дело, общая цель. Ну, приятно работать. На работу как на праздник, наверное, так говорят. Вот именно о людях нашей профессии, конкретно о тех людях, которые работают в «Сигудке». Как детишки воспринимают тот материал, который вы даете? Ну, легко. Мы адаптируем материал конкретно под возраст ребенка, каждая группа. Ну, вот вы скромничаете, у Екатерины и у Александра Шляхтовой. Младшая группа, детки 5-6 лет. Да. Их там 12. Они все как горошинки, ровные-ровные-ровные. И уже на двух конкурсах вы были. На двух конкурсах, представляете? Да, мы были участвовать на двух конкурсах. Ну, наверное, что-то выривали. Они уже артисты. Да, второе-третье место. Молодцы. Я хочу сказать, знаете, еще что? У нас очень хорошие родители. Они такие вот наши. Они понимают, как мы стараемся для их детей. И вот они рады помочь, чем вот только могут. Вот в организации концертов, поздравления ребят после концерта. Вот сейчас вот мы готовимся к юбилею. Молодцы родители. Очень приятно работать, когда вот родители понимают, что здесь дети получают. И вот, ну, приятно. По сути, в одной упряжке. В одной упряжке работаем, да. Никогда нет ничего-то там, что-то. Только да-да, конечно-конечно. Конечно, все вместе. Спасибо вам огромное, милые наши педагоги. Только такую слежу. Благодарность. Друзья, сейчас у нас есть возможность еще увидеть один танцевальный номер. Кто, кстати, будет танцевать и что это будет за нами? Может быть, я скажу сначала, что вот у нас балетмистер, сейчас работает народный артист Республики Коми Олег Анатольевич Ваганов. Удивительный человек. Он солист ансамбля «Сякэ». Вот за этот короткий промежуток он сделал практически невозможное. Ему помогает и Катерина Канышева, тоже балетмейстер и репетитор. Вот. И сейчас вы увидите нашу одну танцевальную пару. Катерина Артеева и Андрей Мозер. А станцуют они номер, который называется «Околица». И поставил этот номер Виктор Полежаев, который когда-то танцевал в ансамбле «Осякэ». Это уже великий танцор. Итак, друзья, все внимание в нашу соседнюю студию. Смотрим. Катерина Артеева и Андрей Мозер. Катерина Артеев. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!